Вице-премьер Андрей Спыну прогнозирует чрезвычайно высокие тарифы на энергоресурсы, которые придется оплачивать потребителям, если власти не продлят с 1 мая контракт с Кучурганской электростанцией. Об этом он рассказал в интервью частному телеканалу. По словам Спыну, таковаться на истинной свободы. С другой стороны, его бывший коллега по правительству Влад Кульминский вновь заявляет, что Молдова могла получить более низкую цену на газ, закупаемый в России. По словам вице-премьера Андрея Спыну, стоимость энергоресурсов в ближайшее время может существенно повыситься, поскольку они диктуются мировыми рынками и Молдова на эту ситуацию повлиять не может. Продолжение следует... Чиновник утверждает, что стране, чтобы оплатить энергоресурсы, придется экономить и отказаться от определенных инвестиционных проектов. С другой стороны, бывший вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский, участвовавший в переговорах с Газпромом, утверждает, что Молдова могла бы договориться о гораздо лучшей цене на голубое топливо. Мы не могли быть больше профессионистами, как мы не ограничили этот контракт. И мы, в принципе, не могли бы получать более лучшую цену, без того, что мы не получили. Мы не получили цену, который мы могли бы получать, в эти условия. Я, чтобы выкручить немного парентезы, формула, которую мы имеем, это наша формула. И это не значит, потому что формула, кажется, что не будет ни шара. Да, точно. Напоминаем, что с апреля правительство отказалось от компенсации бытовым потребителям тарифов на газ. И теперь граждане заплатят 15 леев – 8 банов за каждый кубометр. Кроме того, с 1 апреля цена на электроэнергию выросла на 43% для потребителей с центра и юга страны и более чем на 20% для потребителей с севера республики. Генеральный директор Нарея Вячеслав Мунтила не исключает, что в мае электричество снова подорожает после того, как будет подписан новый договор с поставщиком.